Коу Юй или конкурс разговорной речи поставили на третий день Олимпиады. До этого школьники уже сдали аудирование, чтение, страноведение, письмо и лексико-грамматический текст. На Олимпиаду по китайскому языку в Благовещенск ребята прилетели со всей России. Из 43 участников почти половина из Москвы и Санкт-Петербурга. Кстати, в северной столице китайский язык преподают всего в одной школе. Диане Телегиной 13 лет, она изучает китайский уже 5 лет. Понять и полюбить культуру Поднебесной ей помог отец. Я была в четвертом классе, я любила ходить по китайским ресторанам. Мой папа возил меня целый год в китайские рестораны в четвертом классе, чтобы я согласилась пойти в пятый класс в китайскую школу. И в результате я согласилась. Но как бы папа считал, что политика, наши отношения будут хорошие. Тогда я еще потом не думала, думала только о китайской еде. Воспользовалась возможностью ходить в рестораны. И как-то так потом пошло само. Кстати, Диана уже второй год участвует в этой Олимпиаде. В прошлом году она стала призером в этом надеяться победить. На этапе конкурса разговорной речи 43 участника разделили на 11 групп, каждой из которых дали задание и всего 50 минут на подготовку. Тогда как на письменную часть выделили час. Письменный тур вот наша жюри вчера проверила. И в целом довольно высокий показатель. То есть из 75 возможных баллов у нас, ну, наверное, половина, это свыше 60 баллов. А по крайней мере, высокие, самые высокие показатели, это несколько человек. У них 68, 67, вот так вот. То есть в целом, конечно, в этом году школьники уже показали больше подготовленности. Кто станет победителями, а кто призерами, будет известно уже 15 апреля. Торжественная церемония закрытия и подведение итогов пройдут в ОКЦ. Между тем, результаты этой Олимпиады будут действительно в течение четырех лет. И по окончанию школы они будут засчитаны при поступлении в ВУЗ. Кстати, и победители, и призеры получат право на поступление без экзаменов в любое высшее учебное заведение. Правда, выбранная специальность должна соответствовать профилю. Более того, трем победителям Олимпиады Институт Конфуция в Благовещенске подарят бесплатные места в летний культурно-оздоровительный лагерь в Поднебесной. Ирина Кобзарь, Андрей Цветков, Первый областной.